Итак, еще кое-что хотел бы сказать вам на тему Рамадана. Пока продолжается месяц Рамадан, нам нужно позаботиться о том, что у нас хорошая связь с Аллахом через мольбы, обращенные к Нему. С мольбами как дело обстоит? Вы не должны произносить их как роботы. Мольбы на автопилоте – это когда вы просто произносите их снова и снова. Просто повторяете их. Для некоторых это просто привычка. Просто повторяю это снова и снова. И все, сердце вообще не подключено. Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, учил нас. Примерно так он говорил. Аллах не принимает мольбу от сердца, которое не думало об Аллахе, не было подключено к Аллаху, которое было отвлечено от Аллаха во время мольбы. Аллах хочет, чтобы мы у Него просили осмысленно. Это сильнейший способ установить связь с Аллахом. Почему? Ты же говоришь с Аллахом. Многие думают, что мольба – это просто сказать несколько мольб наизусть. Нет. Дуа – это когда вы произносите мольбу на арабском. Да. Но мольба сильнее, когда вы на родном языке произносите. Так что на родном языке говорите, когда что-то у Аллаха просите. И говорите с Аллахом, как будто с человеком. С Аллахом, как будто с человеком. С человеком, как разговаривать? Ну, короче, это. Там, в общем, как было? Тут проблемы, короче, на работе. Уволить могут, но ошибка-то это не моя по идее. Это вот он подвел. Ну, надеюсь, нормально все будет. Вы же с другом вот так говорите, так ведь? Не я же виноват. Решение проблемы, какой ты пытаетесь получить. Вот именно так Аллах хочет, чтобы вы разговаривали с Ним, когда просите у Него что-то. О, Аллах! У меня получается проблема с начальником. Не знаю, что делать, но ведь ты всемогущий, ты же можешь помочь мне в этом. Я тут растерялся, но ты же ведущий прямым путем. Выведи меня. Не знаю, что делать. Вот представьте, вы все свои дуа прочитали. И сидите. Прочитали мольбы, которые обычно читаете. Сидите. Что делать? О жизни поговорите. Серьезно? Поговорите с Аллахом, скажите Аллаху. О, Аллах! В том моменте я, конечно, сплоховал. Да, действительно, сошел немного с пути. Прости. Больше так не буду. Я люблю тебя, о, Аллах. Я исправлю все. Заботься обо мне. Да, я неправильно поступил. Я не знаю, что еще делать. Все, что я знаю, это то, что я с тобой сейчас говорю и знаю. Ты слышишь меня. Выслушай меня, пожалуйста. Говорите. 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 Так делал пророк Нух. Не выдумываю. Почитайте суру Нух, 71. Сура Священного Корана. Почитайте. И увидите, какой там разговор. Смотрите. Вот он взмолился Аллаху. О, Аллах, я призывал свой народ ночью и днем, но они не слушали меня, они убегали. И каждый раз, когда я призывал их к твоему прощению, они пальцами уши затыкали, лица накрывали, они упорствовали. И надменно превозносились, упорствовали в своих грехах, высокомерно. О, Аллах, я призывал их открыто. Всенародно обращался. И говорил с ними наедине. Я им говорил, просите у вашего Господа прощения. Он же всепрощающий. Я им говорил, Аллах не спошлет с неба обильные дожди. Я им говорил, Аллах поддержит вас имуществом, детьми. Взрастит для вас сады. Создаст реки для вас. Я им говорил, почему вы не чтите величие Аллаха? Почему не надеетесь на Него? Он ведь создавал вас по этапам. О, Аллах! Я говорил своему народу, разве не видите, как Аллах сотворил всем небес одно над другим? Субханаллах, он с Аллахом говорил так, как будто бы с другом. Потом говорит, о Аллах, они замыслили тяжкую хитрость. Это все продолжается мольбануха. И они говорили друг другу, не отрекайтесь от ваших богов. От Уадда, от Суваа, от Ягута, от Яука, Насра. Представляете? Субханаллах. Так с Аллахом говорил. То есть это сильнейший способ установить связь с Аллахом. Вот смотрите, еще кое-что скажу насчет дуа. Мы часто не понимаем силу мольбы. Сила мольбы такая, что Аллах, если даже сейчас ее не исполнит, Он может ее исполнить через 50 лет. Это в Коране есть. Две сироты, чье имущество? Было в земле закопано. Пришел хидр и починил стену. Знаете, что в толковании говорится? В одном из толкований говорится, что их дедушка попросил у Аллаха. То есть это два поколения назад. Дедушка их помолился за них. В другом толковании говорится, что это была молитва про дедушки в седьмом поколении. И Аллах ответил на мольбу семь поколений спустя. И вот, пожалуйста, когда вы дуа делаете, просите о чем-то Аллаха за детей. Не говорите «Мой ребенок». Говорите «Мое потомство». Потомство – это дети ваших детей, ваших детей, ваших детей, ваших детей, вплоть до Судного дня. Потомство. Все пророки, которые дуа делали, не говорили «Ауляди», то есть «Мои дети». Они говорили «Зуррияти», то есть «Мое потомство». Сын моего сына, дочь моей дочери, внуки, правнуки, все. Когда молитесь за своих отца или мать, да, можете говорить «Мама», «Папа», но лучше говорить «Абэ». Мои предки. То есть вы всех их охватите. Отца, деда, прадеда, прапрадеда и так далее. Вплоть до самого последнего человека, который был мусульманином. Отец, прапрапрадеда, вы охватите их всех. Охватывайте как можно больше, когда Аллаха просите о чем-то. Когда вы говорите, допустим, у Аллаха просите что-то, говорите «Я хочу афия». Одна из самых больших вещей, которую можно попросить – афия. Избавление. Как это избавление? Избавление – это всего. Дай мне облегчение во всем, дай мне избавление – это всего. Дай мне афия в мире этом и афия в вечном. Дай мне избавление в этом мире и дай мне избавление в вечном мире. Облегчение в имуществе, в детях. Просто просите в общем. О Аллах, дай мне афия – избавление. Если посмотреть на мольбы посланника Аллаха, он все охватывал. Причем охватывал очень красиво. Можете открыть какие-то книги, в которых есть его дуа. Но я вот что скажу. К пророку Мухаммаду пришел человек и говорит «Ты такие красивые дуа делаешь, но не могу их запомнить». И пророк сказал ему «Делай такую дуа». Мол, если не можешь запомнить, делай эту. Что это за мольба такая? Субханаллах, удивительная мольба. Когда у меня времени нет делать дуа. К примеру, полминуты всего есть на дуа у меня. Эту делаю. О Аллах, я обо всем тебя прошу. О чем просил тебя твой раб, Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям? Все, что он просил, и мне тоже дай. Это как маленький ребенок. Мать, отец его идут, и он в них вцепился и тоже прошел вместе с ними. И ребенка пропустили, потому что за родителей ухватился. Типа, ну пусть ребенок тоже с ними пройдет. Похоже на это. И ты получишь все, о чем просил посланник Аллаха. Ты же не знаешь всего, о чем он просил. Ты же все эти книги не знаешь. А это так легко. Дай мне все, о чем просил он. И вот еще что. И прибегаю к тебе. И прошу тебя защитить меня ото всего. От чего пророк Мухаммад просил защиты у тебя? Ото всего. Ото всего этого защити. Есть ряд вещей, от которых пророк у Аллаха просил защиты. И ты все их охватываешь. Субханаллах. И можешь сказать, если к этой молитве хочешь еще добавить. Еще вот такое передается. Чтобы ты не предписал мне, сделай так, что конец этого будет всегда хорошим для меня. Чтобы ты не дал мне, чтобы у меня благо было. И еще одну дуа скажу. Она все охватывает. О Аллах. Дай мне лучшее в этом мире и лучшее в следующем. О Аллах, дай мне лучшую смерть верующего. Это охватывает всю жизнь вплоть до смерти. О Аллах, помести мою душу в наивысшем месте в Айлийин. Это время от смерти до судного дня. И скажи, в судный день, сделай так, чтобы я был с пророками. И чтобы я вошел в рай вместе с ними. Это охватывает все до конца. Субханаллах. Вот такое вот напоминание насчет дуа. Субханаллах.